МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По скайпу присоединится Сергей Лесков, руководитель предприятия, которому принадлежит Сейнер Норт, и Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Ефим Зич, насколько я знаю, вы потребовали от властей Украины предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана Сейнера. Вот вам ответили? Ну, я даже не ожидал, что кто-то мне ответит. Это моя гражданская позиция. Я действительно хотел спросить, где же гражданин Российской Федерации? И не просто гражданин Российской Федерации, а человек, который находится под следствием, человек, который находится у них там накануне судебных процессов, какие-то особые, наверное, к нему требования, особая степень охраны и так далее, и вдруг человек пропадает. Безусловно, это вызывает, ну, знаете, как в дипломатических кругах говорят, озабоченность, но это уже не озабоченность. Это вообще на грани таких очень серьезных, серьезных ситуаций, которые происходят в Украине. Вы посмотрите, убивает журналистов на протяжении вот нескольких лет ни ответа ни привета, убивает общественных политических деятелей в Украине. Ни ответа ни привета. Не только мировое сообщество, граждане своей, их страны, Украины, нашей братской, братского народа, они не знают, где что происходит и кто что творит. Оскорбляет журналистов прямо, ну, как бы в сердце демократии, в организации ПАСЭ, журналист, российский журналист берет интервью у заместителя-председателя Верховной Рады Украины, и тут ее толкают, ну, это, по-моему, за гранью вообще человеческого восприятия. Это, по-моему, нерусское поведение, да, Ефим Зимович, ну, продолжая тему все-таки исчезновения капитана судна «Норд», вот, на ваш взгляд, кому это исчезновение может быть выгодно, вот, именно накануне судебного процесса? Я тоже связываю одно с другим, но какие версии, в принципе, есть у нашей стороны? Ну, мне представляется, что это очередная провокация спецслужб, спецслужб Украины, которые хотят нагнетать ситуацию или которые хотят решить какие-то свои, только им понятные задачи. Поэтому и были предприняты вот такие шаги с тем, чтобы обратить внимание, ведь в Украину приезжает очень много граждан Российской Федерации по различным мотивам, встречи с родственниками, там какие-то, наверное, другие какие-то вопросы, и мы же должны понимать, что если это случилось с человеком, который находится в особом режиме взаимоотношений с органами власти в Украине, так как он находится под следствием, то что же будет с человеком, который вообще просто приехал в Украину и решать какие-то свои вопросы? Это одно из, один из мотивов, который заставил меня вот именно поступить таким образом. Ефим Ильич, ну и как анонсировали у нас на связи сейчас Сергей Лесков, руководитель предприятия, которому принадлежит, да, «Сейнер Норд». Сергей, добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, последние новости есть какие-то? Сергей, Владимир не выходил на связь? Да, добрый вечер. Нет, к сожалению, последний крайний раз я с ним разговаривал 25-го числа в пятницу, и о случившемся уже узнал в понедельник, то есть от своих знакомых и в дальнейшем, то есть от специальных служб, которые его усиленно разыскивают все эти дни. Он не говорил во время последнего вашего с ним разговора о какой-то слежке, да, а может быть его тревожное состояние вы заметили. Вот в принципе его поведение по телефону, какое было оно? Ну, совершенно адекватный разговор, то есть состоялся, то есть я его набирал регулярно, каких-то угроз в его адрес не поступало, каких-то мыслей он не высказывал о том, что у него что-то, каких-то есть, ну, каких-то радикальных тороз заявлений не делал. Мы с ним, то есть общались по его предстоящему суду, который был назначен на 1 февраля, то есть будет ли переносено заседание, или все-таки оно состоится с рассмотрением по существу. То есть вот эти вещи мы обсуждали. Вот лично ваши, какие предположения относительно судьбы Владимира, участие СБУ, какие-то радикальные организации, есть предположения, что в принципе он может быть уже и на территории России? Вы знаете, мне сложно о чем-либо говорить по степени своей осведомленности, но не хотелось бы каких-то черных мыслей допускать. Я не очень понимаю, для чего это могло потребоваться украинской стороне, тем более вот по моей информации от мамы непосредственно, которая разговаривала с родственниками в Мелитополе, он сел в машину к знакомым ему людям, они не знают, кто это был, но люди были ему знакомы, потому что он вернулся, забрал документы и оставил мобильные телефоны. Я полагаю все-таки то, что он выехал в Крым, то есть у меня такое подозрение, и я хотел бы в это верить. Единственное, почему прошло уже четвертые сутки, и так, если не ошибаюсь, идут, где он задерживается и почему он не выходит на связь, для меня, конечно же, вопрос, на который я не могу. Благодарю, Сергей, за информацию, действительно, мы будем надеяться на лучшее, но, тем не менее, ситуация неоднозначная, большое количество версий, вы высказались касательно возможного участия Службы безопасности Украины, но, кроме них, кто еще может быть? А СБУ уже успела заявить, что не задерживала Горбенко, не знаю, можно ли доверять, в принципе, такому заявлению? Вы понимаете, во всяком случае, вы правильно сказали, четвертые сутки человека нет, и идет вокруг него такая информационная ситуация, но, наверное, и прокуратура Украины, и, наверное, полиция Украины, и, наверное, СБУ не должны были отделываться только информацией, мы тут ни при чем. Наверное, нужно было какие-то действия предпринять, во всяком случае, объявить розыск, ну, во всяком случае, что-то информировать о том, что мы занимаемся, мы там того допросили, спросили, но есть процедура в этом вопросе. Ну, я, в принципе, готов тоже поставить под сомнение непричастность СБУ, потому что, напомню, в апреле украинская спецслужба уже похищала Горбенко на тот момент, да? Похищала его, совершенно точно, да. И капитана обнаружили тогда в Херсоне. Ну, вот подробнее о возможном участии СБУ, а может, каких-то радикальных организаций в этом процессе мы сейчас спросим у Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Как оцениваете эту ситуацию относительно вот участия в спецслужбе Украины или, может быть, той же радикальной организации? Что более вероятно? Ну, более вероятно участие в спецслужб, так как попытки, можно вспомнить попытку вывоза моряков Норда с помощью российских дипломатов, и где они были задержаны украинскими спецслужбами, что говорило о том, что наблюдение за экипажем Норда, как за рядовыми членами команды, как за капитаном, оно продолжалось на протяжении всего периода провокации задержания российского корабля. То есть, наверняка, за капитаном Норда имелось наружное наблюдение, поскольку это дело на Украине политическое. Капитаны Норда обсуждают в списках на обмен, что ли курирует с администрацией президента Украины и украинскими спецслужбами. Так что представить ситуацию, когда он спокойно перемещается, и за ним никто из спецслужб не следит, но это крайне маловероятно для современной Украины, где такие дела имеют четкую политическую обусловленность. Поправьте меня, если я не прав, относительно возможного участия радикальных организаций, ведь если бы националисты, допустим, приложили к этому руку, вероятно, они бы уже каким-то образом заявили об этом, взяли бы ответственность, или какие-то уже предположения, предложения, требования, наверное, свои высказали. Ну, надо помнить, что значительная часть украинских радикальных или фашистских организаций, они прямо или косвенно курируются СБУ или МВД Украины, в частности, организация С-14, она прямо курируется ведомством Увакова, правый сектор находится на контроле ОСБУ. Соответственно, если для каких-то провокационных действий задействовали националисты, националистические или фашистские организации, то, в принципе, можно представить, что это действия спецслужб просто чужими руками. Заявления могут не последовать сразу, так как, возможно, провокация прозревается более длительная, когда, опять же, могут даже Россию обвинить в том, что произошло, допустим, похищение или убийство. Капитана Норда, напоминаю, что дело было открыто именно об убийстве капитана Норда на Украине, то есть, как бы, сами украинские спецслужбы выбрасывают информацию, что Капитана Норда мог быть убит. Соответственно, если что-то произойдет, это могут представить как провокацию ФСБ и использовать, опять же, для организации кампаний международного давления. А исполнение такой ситуации гипотетической может быть сделано руками, опять же, каких-то боевиков С-14, Азова или авиологично группировок. Благодарю, Борис, за комментарий. А ведь, действительно, Борис, он напомнил, что МВД Украины завело уголовное дело за убийство относительно капитана Норда. Почему именно так? Да, вдруг не что-то, такого уже не может быть, правда же? Даже если какие-то праворадикальные элементы совершили какие-то действия, вы совершенно правы, мы надеемся на лучшее. Мы, действительно, надеемся на то, что все обойдется, но вместе с тем, даже если это так, так как же власть организует вообще работу в этом направлении? Сегодня 30 число. 1 числа, как говорили, должно состояться судебное заседание. Открывается судебное заседание, а подсудимого нет. Кто за это ответит? Кто-то же должен сказать, где находится подсудимый. Или придут прокуратура Украины, и кто там еще должен прийти и скажет, а мы не знаем, где наши последствия. Ну, правда же, это смешно. Это даже, ну, смешно это так, мягко сказано. Поэтому и здесь хотя бы были бы какие-то информационные ситуации. Мы ищем, мы какие-то действия осуществляем, предпринимаем какие-то меры, перекрыли границу, открыли границу. Ну, что-то, что-то должны сказать. Все молчат, никто ничего никому не говорит. И только мы с вами тут сидим и догадываемся, что это может быть. Это или провокация, или что-то случилось, или какая-то бытовая ситуация. Но так же не делают. Должно же быть... Ну, государство должно нести ответственность за свои действия, я имею в виду руководство Украины, и силовые структуры Украины, которые спровоцировали. Спровоцировали, в общем-то, они изначально спровоцировали эту ситуацию вокруг капитана рыболовецкого судна «Норд». Они же спровоцировали, они вокруг этого крутили, 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 наверное, решая какие-то перспективы, политические задачи. Что у них получилось не так, мы не знаем. Но мы просто должны знать информативно, что произошло и какие меры предпринимаются для поиска гражданина Российской Федерации. Кстати говоря, незаконно удерживаемого и привлекаемого к уголовной ответственности на территории Украины. Ну, раз уж на то пошло, да, капитан, волонтер победы, депутат местного совета, да, большое количество крымчан, которые уже, в принципе, на Украине просто наглым образом схватили, да, когда человек туда просто поехал, его просто схватили. Да, и не просто схватили, осудили, осудили. Вот, и осудили, и люди уже действительно находятся в тюрьме. Вот в этом случае, что теперь, по сути, в Украину путь закрыт, уже не ехать абсолютно, потому что можно стать разменной политической монетой. Вот, посмотрите, за прошлогодний курортный сезон более миллиона, но это официально статистические данные, более миллиона граждан Украины посетили Крым только в один курортный сезон. Мы знаем массу примеров, когда тысячи, десятки тысяч людей с Украины приезжают сюда, в Крым, к родственникам, ну, решать какие-то свои вопросы, посещают, и мы никогда не слышали, что кого-то задержали, что, ну, кроме тех, которые нарушают законодательство Российской Федерации, и вот как последний случай с этим гражданином Украины, с нашим символом, памятником вежливым людям, да, 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 что действительно он нарушил закон, и он совершил преступление. Люди приезжают, отдыхают, уезжают, встречаются с родственниками, и нигде никаких нет таких вот криминальных примеров, как вот этот пример. И здесь, конечно, это очень серьезно. Я в своем обращении, я сказал, не только, что пусть, ну, проинформируют. Я и сегодня считаю, что, наверное, с властями Украины уже по-детски надо заканчивать разговаривать. Нужно уже разговаривать по-взрослому, и нужно уже спрашивать по-взрослому. Ну, хорошо, а какие вот механизмы? Ну, я думаю, есть механизмы. Есть Министерство иностранных дел, есть Генеральная прокуратура, есть МВД Российской Федерации, есть соответствующие спецслужбы со своими методами, со своими теми формами, которые предусмотрены законодательством. Они должны обращаться, наверное, поднимать мировую общественность, поднимать Организацию Объединенных Наций, поднимать, наверное, суд по правам человека, Европейский суд, и так обращаться, и в европейским структурам, с тем, что, ну, пора немножко отрезвлять эту власть, которая... А что европейские структуры могут сделать, учитывая, что, по сути, Европа видит в нашей стране агрессора, если она просто поддакивает Украине или наоборот? Вы знаете, вот, по-моему, вчера или сегодня президент Украины заявил, что мы готовы к миру с Россией. А мы что, в состоянии войны? В 2014 году, вот сейчас пятилетие Крымской весны будет, прошел референдум, прошел переход в состав Российской Федерации. Хоть один человек погиб, никто не погиб. Мирно все вопросы были решены мирно. Кто захотел уехать в Украину, все уехали. Кто захотел, кому нужно было, кто посчитал, что нужно жить там в Украине, все уехали в Украину, все красиво, мирно. Это уже другой разговор. Да, часть вернулась, это уже другой разговор. Почему же здесь мы хотим мира? А мы что, в состоянии войны? Мы что, сегодня нападаем? Мы агрессоры по отношению к Украине? Ну, я в кавычках говорю. Теяльич, касательно жестких мер, о которых вы заговорили, вот на примере Канады, где была захвачена китаянка, представительница одной из известной компаний. Да, да, да. Вот на тот момент Китай сразу же среагировал. Буквально каждый день, да, они хватали канадцев. По поводу и без. По надуманным и ненадуманным поводам. Мы так не можем действовать. Мы же так не можем действовать. Мы же действуем в рамках законодательства. Человек нарушил законы Российской Федерации, он несет ответственность за нарушение законов Российской Федерации. Какие меры? Это уже или административного плана, или уголовного плана. Но мы же не будем хватать первопопавших, потому что нашего там, ну, гражданина задержали. Кто нарушил закон, тот должен отвечать. В этом нет никаких даже сомнений и так далее. Наши граждан, вы правильно сказали, вот и кто принимал участие в выборах президента, ну, мы знаем эти фамилии, кто поехали в Украину решать какие-то вопросы, ну, как бы, ну, в братскую, ну, в братскому народу поехали, и тут хватает, осуждает и так далее. Мы кого-то схватили, я еще раз говорю, кроме тех, кто нарушил законы на территории Республики Крым, на территории Российской Федерации. Но вместе с тем есть дипломатические меры, есть меры правового, взаимоотношений по линии права, договоренности и так далее, и так далее. Я думаю, здесь нужно использовать все для того, чтобы показывать лицо, истинное лицо тех людей, которые сегодня руководят Украиной. Ну вот, а стоит ли формировать какие-то списки на обмен, учитывая, что у нас тоже есть нарушители, да, которых Украина, по сути, бросила, да, вот на амбразуру, на произвол, я сейчас говорю о тех же военных, да, которые пересекали Керченский пролив. Возможен ли обмен этих военных на наших граждан? Это вопрос, вопрос, ну, не моей компетенции, безусловно, есть соответствующие структуры, которые должны заниматься этим вопросом. Но я понимаю так, что если человек совершил преступление, совершил, нарушил законы Российской Федерации, безусловно, это должно быть доказано в суде. Если суд принял решение, и то решение, которое принимается судом, уже окончательно и приступило в законную силу, дальше возможны вот уже меры, которые, о которых вы назвали. Но до решения суда мы же не можем сказать, нарушитель он или не нарушитель. Да, он нарушил закон, но меру нарушения его должен определить суд. А уже дальше, уже по линии дипломатических кругов, уже могут осуществляться мероприятия, связанные с обменом. Но это уже компетенция тех должностных лиц, кто имеет право этим заниматься. Мы сегодня говорим информацию. Дайте нам информацию. Мы же сегодня не можем идти там с танком, с оружием, с автоматом. Не можем идти. Мы хотим информацию. Где наш гражданин? Дайте нам эту информацию. Даже мы, наверное, можем, но не хотим. Мы считаем это правильным. Ну, безусловно, безусловно. Да, это не наши стилии. Вы вспомнили заявление Порошенко, который вот уже прям с распростертыми объятиями ждет Россию. Но все мы понимаем, да, что на Украине близятся выборы, да, множество политических кампаний, переходы всевозможные. Если говорить непосредственно об этом заявлении, считаете ли вы, что это просто замылить глаза? Безусловно, это увести ситуацию в ту сторону, чтобы еще больше показать, что он голубь мира, что он такой борец. Он пять лет убивал людей или четыре года убивал людей на Донбассе, посылал туда военных, чтобы вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, вместо того, чтобы пригласить руководителей Донецкой Республики, Луганской Республики и спросить, что вы хотите, что вам здесь не подходит, какие проблемы, давайте будем решать. За столом переговоров хотите большую автономию, полномочия, пожалуйста, давайте будем решать. Экономические вопросы и так далее, и так далее. Вместо этого посылают танки, вместо этого посылают людей с оружием, вместо этого гремят орудийные выстрелы и уничтожаются, гибнут мирные люди. Разве можно это все пережить? И потом обвиняют Россию, что Россию, дескать, поддерживают. Россия посылает гуманитарные конвои в Донецкую, Луганскую Республику с тем, чтобы поддержать людей, чтобы дать возможность, чтобы они получили, как говорят, кусок хлеба, чтобы они могли питаться, чтобы получили медикаменты. Ефим Ильич, вот вы не зря, наверное, в течение программы назвали украинский народ братским, потому что народ действительно нам братский. Другое дело, государство, да, самая конструкция может быть враждебна по отношению к Крыму и России в целом. Но если говорить об этом этапе выборов на Украине, да, случится, да, выберут. Вот из тех кандидатов, претендентов на высший пост в стране, есть те личности, с которыми можно было бы, ну, хоть как-то договариваться и выстраивать отношения? Вы знаете, за эти четыре года настолько все у них запуталось, что те кандидаты в президенты, которые есть, ну, мы говорим о реальных кандидатах в президенты, безусловно, с кем-то можно чуть где-то найти какие-то, можно сесть... Точки соприкосновения. Да, точки соприкосновения. С кем-то нельзя найти точки соприкосновения. Но все это, все это, ну, все это сложно. Но вместе с тем, вместе с тем, у нас есть надежда, что все равно когда-нибудь отрезвление придет, все равно когда-нибудь, ну, все станет на место. Вот сейчас будет запущен Северный поток-2, будет запущен Турецкий поток, вопросы газа. Будет уже принято решение по прокачке газа через территорию Украины в каком объеме каких-то экономических... То есть какие-то экономические вещи, может, через экономику они начнут трезветь. Ведь в Европе свои проблемы, там очень серьезные проблемы. В Европе придет время, что Украина как бы им будет, знаете, когда человек выходит на старт, на забег на 100 метров, а у него вдруг привязаны ему огромные гири, и он не может сдвинуться с места. Вот как бы Украина не оказалась этой гирей для стран Европейского Союза, что она будет тянуть, не давать им двигаться вперед. Это, наверное, немножко заставит их думать. Ну и в конце концов мы надеемся, что и граждане Украины, и украинский народ тоже уже посмотрят и скажут, да уже пора, наверное, что-то делать в этом вопросе. Мы знаем заявление одного из кандидатов оппозиции, который сказал, первое, что он сделает, когда, если его изберут на пост президента, он начнет расследование событий в Одессе, когда 52 человека были погибли. Это же, вот, пожалуйста, вам еще один пример. Двуликости Европы. Столько людей погибло, и никто не требует от Украины отчета. Будем надеяться на то, что к власти на Украине придут адекватные люди, и все-таки россияне не будут пропадать на территории этой страны. Безусловно, ситуация неоднозначная, но как бы там ни было, будем надеяться, что с Владимиром все в порядке, он скоро вернется домой. Ефим Зеевич, я вас благодарю за комментарии, за беседу, зрители за внимание. Увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.